Аида Амаханова следователем хотела стать с детства. Привлекала ее, говорит, тема правоохранительных органов. Поэтому учебное заведение не выбирала. Сразу подала документы в Московскую Академию Следственного Комитета. После, по распределению, попала в Кораблинский межрайонный следственный отдел. Первый выезд, помню, это был прям ровно в первый день работы. Был найден мужчина, который до этого чисился в бездости пропавшим. Был найден сгоревшим в трансформаторной будке. Выезжал на труп. И тогда мне коллега, мой наставник, помог его описать. Выезжали сотрудники полиции, судебный медицинский эксперт. С этого началось мое знакомство с выездами. Первое дело тоже помнит. Это была попытка отдачи взятки должностному лицу. Женщина попыталась вручить сотруднику миграционной службы 20 тысяч рублей, чтобы мужа зарегистрировать в Кораблинском районе. Не удалось. А после таких дел были десятки. Запоминающиеся, конечно, убийства. Особо тяжкие. Одно из них началось с простого сообщения. Вся квартира в крови. И стены, и предметы мебели. В ходе следствия выяснили, что все началось с того, что хозяин квартиры пригласил к себе людей с улицы. Мужчина, которого они пригласили в дом, оскорблял сожительницу мужчины. И он, соответственно, начал табуреткой избивать его. Затем руками, ногами от дивана отодрал доску. Также ему по голове нанес повреждение. В общем, телесные повреждения были, насколько я сейчас помню, больше 20. Второй тоже мужчина, действуя в группе, ногами прыгал по голове уже, можно сказать, чуть живого человека. И затем, когда они поняли, что он уже не дышит, они отнесли его в ванну. Их задержали в ту же ночь. Через два месяца дело направили в суд. Как итог, одному из них дали 8 лет строгого режима, другому 10. Через полтора года Аиду Амаханову перевели в железнодорожный район. Вместе с ней ее наставника. Заместителя руководителя железнодорожного межрайонного следственного отдела Алексея Мастюкова. С самого начала своей деятельности Айда Альбертовна зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны. Грамотно проводил следственные действия. Своевременно выезжал на место совершения преступления. Четко планировал работу свою и работников, выезжающих в составе следственной оперативной группы на места происшествия. Умело применяла на практике криминалистическую технику. А также грамотно планировала следственные и проверочные мероприятия по рассматриваемым сообщениям о преступлениях и по расследуемым уголовным делам. Сейчас Аида Амаханова работает в следствии уже два года. Говорит, что о выборе профессии ничуть не жалеет. А самый лучший совет, говорит, который ей давали наставники, не принимать все близко к сердцу, работать с холодной головой. Может, это и стало одной из причин такой высокой раскрываемости.